Необычная криминальная история приключилась заместителем руководителя одной из бюджетных организаций Саранска. С 54-летней женщины требовали 50 тысяч рублей за нераспространение интимных фотографий. Причем, как позже выяснит полицейский, вымогателем оказался 53-летний подчиненный. Осенью прошлого года мужчина сообщил руководству, что планирует устроиться на другую работу, при этом хотел бы совмещать ее с настоящей должностью. Директор учреждения отказал ему в этом и мужчина был уволен по соглашению сторон. Затаив обиду на заместителя руководителя организации, которая, по мнению обвиняемого, способствовала его увольнению, мужчина решил ей отомстить, потребовав деньги за нераспространение в интернете позорящих ее фото и видеоматериалов интимного содержания, которых на самом деле у него не было. Первое письмо от Ассоциации верных жен вице-руководитель получила спустя два месяца после увольнения коллеги. В нем черным по белому было написано, что у отправителей якобы имеются материалы интимного характера с участием адресата. Чтобы эти фото и видео не увидел супруг и общественность, автор письма потребовал принести 50 тысяч рублей в указанное место и написать заявление об увольнении с поста заместителя руководителя организации. Женщина, недолго думая, отнесла письмо в полицию вместе с заявлением о вымогательстве. Дальнейшие действия проходили под наблюдением сотрудников Управления уголовного розыска Республиканского МВД. В назначенный день горожанка оставила деньги в тайнике, но мужчина оказался не глоб. Опасаясь быть задержанным, он сразу не пришел за деньгами, а явился на место спустя сутки. Однако к этому времени полицейские уже забрали меченые купюры. Спустя две недели мужчина написал аналогичное письмо, пригрозив женщине немедленным распространением порочащих ее сведений в случае очередной неудачной попытки получить от нее деньги. На этот раз обвиняемый потребовал оставить пакет с наличностью на вахсе организации, где она работала. И в этот раз вымогатель не стал рисковать. За деньгами он отправил своего знакомого. Забрав сверток, он встретился с ним в магазине на проспекте Ленина, где злоумышленника и задержали с поличным. Свою вину мужчина отрицать не стал. На днях уголовное дело следователи Республиканского МВД передали в суд для рассмотрения по существу. За вымогательство бывшему коллеге грозит до четырех лет лишения свободы.